Здравствуйте, друзья! Друзья, сегодня у меня в руках вот такой вот фильтр от компании Sunsun, HJ511. На коробке заявлена мощность в 400 литров в час, вес 200 грамм, расход электроэнергии 5,5 ватт, подъемная мощность 0,6 метра. Давайте откроем и посмотрим, что у нас находится внутри. Скажу вам так, если мощность этого фильтра соответствует действительности, то его можно уже использовать даже в аквариумах с достаточно крупной рыбой. То есть предназначен он для аквариумов до 50 литров, но что я имею ввиду с крупной рыбой, я имею ввиду то, что уже можно его использовать в аквариуме с небольшими цихлидами. Как вы видите, он достаточно большой и имеет достаточно большую площадь фильтрации и фильтровочных материалов. В комплектацию этого фильтра входит вот такая вот насадка, то есть она в принципе здесь, что она есть, что ее нет. Еще есть вот такая вот насадка. Она служит для того, чтобы обогащать воду кислородом. Возможности регулировки направления потока воды в этом фильтре нет, но вверху есть... О, кстати, достаточно круто, да, вот видите по точкам. Есть возможность регулировки мощности подачи воды. Это радует. Кассета снимается тяжело. Это радует. Вы знаете, тяжело снимается кассета. Так, как же разобрать все это дело? Кассета идет одна сплошная, то есть не... Я думал, это две кассеты, оказывается, это одна большая кассета. Большой плюс ее в том, что распределяться забор воды будет равномерно по всему фильтрующему материалу. И, как вы видите, достаточно большая для маленького аквариума, достаточно большая губка, достаточно большая площадь фильтрации этого фильтра. Есть вот такой вот ограничитель. Он работает таким образом, чтобы вода вся проходила полностью через всю мочалку. Вот здесь набирается вода. И вот сюда уже попадала на саму помпу, соответственно. Так, открывается ротор вот таким вот образом. Здесь у нас идет какая-то ось и есть даже уплотнительные резинки для китайского фильтра, конечно. Это все круто сделано. Ротор небольшой на 6 лопастей. И вот таким вот образом все это дело назад монтируется. Подслуживание фильтра достаточно прост. И нравится то, что все-таки есть дырочки по всей площади кассеты. Да, и даже снизу, кстати, есть. Вот видите. Значит, мочалка будет максимально эффективно здесь работать. Ну, а объем этого фильтра достаточно большой. Ну, спрятать такой фильтр, конечно, в небольшом наноаквариуме будет не так-то и просто. Но, тем не менее. Значит, присоски достаточно большие и упругие. И достаточно неплохо крепятся. Ну, первое, значит, вообще-то фильтр мне даже очень понравился. Я думаю, что он должен работать очень хорошо. Единственный его минус, это его цвет. Он будет, знаете, как соринка в глазу постоянно спрятать. Если его не спрятать, он будет постоянно на виду и постоянно будет резать глаз. То есть, лучше бы все-таки он был черного цвета. Его тогда бы было проще спрятать в аквариуме. Но, тем не менее. Есть разные аквариумы с разным фоном. Я думаю, что если у вас, скажем, небольшой цихледник, то, в принципе, вполне такой фильтр вам подойдет. Но для креветочника, я думаю, он не совсем подойдет, потому что все-таки здесь достаточно большие прорези на кассете. И есть подозрение, что маленькие креветки могут попадать внутрь и просто там будут погибать. Давайте запустим этот фильтр в воду и посмотрим, как он работает по мощности. Друзья мои, ну что ж, погружаем фильтр в воду и пробуем, как он будет работать. Запуск фильтра произошел практически сразу. Это радует. Сразу отмечу, что присоски присосались очень хорошо. Так прям вообще хорошо. То есть, держится фильтр на стекле отлично. Ну вот, сразу отмечу проблему с подачей воздуха. Попробуем сейчас это подрегулировать. Нет, вы знаете, все-таки с подачей воздуха проблем нет. Просто был закрыт клапан. И вот, пожалуйста, давайте проверим мощность фильтра и как он работает. Значит, при поднятии головы над уровнем воды, а фильтр перестает работать. Вот, я просто вам для примера, опять же, наведу тот же Акваэль. Я поднимаю голову, видите, да? Голова фильтра вообще находится над водой. Корзина уже наполовину находится над водой. И фильтр дальше работает. Здесь же ситуация совсем другая. То есть, сейчас фильтр работает. Но когда мы поднимаем его над уровнем воды, видите, сами работать он перестает. Проверить. Это, я так понял, проблема всех фильтров компании Sun Sun. Проверить мощность мы можем вот таким вот образом. Мощность фильтра достаточно хорошая. Но, опять же, минус в том, что нет регулировки направления. И давайте сейчас попробуем опустить этот фильтр на глубину в 20 сантиметров. Вот, примерно так. И видите сами, что аэрация воды прекратилась. Поднимаем выше. Вот, где-то на глубине 10-15 сантиметров фильтр начал аэрировать воду. То есть, опять же, для того, чтобы использовать этот фильтр в качестве аэратора и в качестве фильтра два в одном, у вас получится вряд ли. Разве что этот фильтр будет находиться вот в таком положении, сразу под верхом воды. Если же вы хотите опустить его ниже, то аэрировать воду с помощью такого девайса у вас вряд ли получится. Но, с другой стороны, есть и позитивные плюсы, о которых я уже говорил. Это большой объем, объем наполнительный, но относительно большой объем для наноаквариумов. И еще один минус, это все-таки цвет самого фильтра. Потому что, ну, лично мне он не очень нравится. Не знаю, кому как. А мне вот зеленый цвет как-то не особо. Но, вот, например, тот же Акваэль черный, даже на белом фоне, он выглядит как-то стильно. И он себе там в углу стоит, и глаз не напрягает. Это же, ну, как соринка в глазу. Тем не менее, фильтр мощный, дешевый. Работает хорошо, если ставить его неглубоко. Отлично аэрирует воду. И я думаю, что со своей прямой задачей в качестве фильтрации воды и циркуляции воды аквариума, он справится на отлично. В любом случае, решение принимать вам. Я надеюсь, мой обзор вам был полезен. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова